я стала хозяйкой на один день это прекрасный его легенд в комплектации urban black какие разные шланги сегодня вы увидите много кринжовых вопросов не крутится я думал что в ней не должно ничего крутится только ехать должно вам даже жарко стало маяковский писал вот вы любите розы а я на них мы приехали смотреть роуз-ройс это него а где лучше заехать я подумала будет так хорошо поменять эту него на роуз-ройс давайте вы не прикурить ее проводами я думаю что вы умеете я же смогла и да вы испытаете испанский стыд дорогие друзья здрасьте здравствуйте сегодня я снимаю для вас видео которое будет полно кринжа я стала хозяйкой на один день это прекрасный него легенд в комплектации urban black и сегодня вы увидите много кринжовых вопросов много кринжовых ситуаций и да вы испытаете испанский стыд ну что готовьте свои пальцы вверх готовьте свои пальчики для комментариев а мы начинаем по антуражу все уже понятно и без слов модница на ниве приехала на авторынок и здесь и придется применить всю свою обаятельность чтобы прокачать него сек как следует здравствуйте а у вас есть массаж сидений мне мой массажист сказал что вот ну массаж это конечно хорошо но один раз в неделю но когда нужно постоянно на машине ездить нужен массаж как бы сзади сеточка должна такой знаете массаж вот я ехала с таксистом из волоколамской и у него была такая массажная сетка на сиденье это ручное плетение да прям как у сумки биркин да тоже все но все ручное такое хэндом мэйд но это дерево как я поняла это натуральный компонент но мне нужно не дерево у вас есть камни но вы знаете вот это вот всю историю когда ты себя облагораживаешь какими-то вещами которые для тебя что-то вот что-то ценное да и нужны камни которые в тарологии очень много что значит то есть они вот янтари аметист может знаете просто мне моя таролог сказал мне уже этот мир абсолютно понятен я здесь ищу только одного покоя умиротворение вот этой гармонии вот такие ну вот зря потому что такие камни они очень денежную энергию положительные несут а можно вот сюда положить я присяду и как бы оценю она выдержит меня то я выгляделу как пушинка на самом деле я не пушинка мы ей ну кстати какая-то ряд чувствует но мне кажется что если бы это были камни было бы лучше знаете ну вот так я наклонялась вот так а вы верите в денежные ну и вы знаете что денежные потоки они через женщину обычно проходят и если женщина рада в семье то мужчина тоже как бы начинает получать свои финансовые потоки по своему опыту вам скажу больше уходят потом опять приходит но в большем размере драм циркулят скажите в бой больше отдаешь тем больше вот я поверьте женщины вам даже жарко стало чуть-чуть на я еще увидел вас прекрасные стразы такие это сваровский но издалека хорошие так что же вы молчали камни все-таки есть у меня глаз на них наметан я прям знаю какие хорошие денежные с очертанием тимиста кошачьих господи пожалуйста спаси сохрани по моему это пластик я не чувствую нет не чувствую что это обманывает поставщик ругаете их обманывают а у вас есть вот эти вы знаете селекторы кпп которые такие дизайнерские но у меня не nissan и бмв вот на что у мужа денег хватило давайте вот посмотрим и знаете у меня внутри как это любят говорить некоторые вот есть пословицы роза завяла моя это не писк сезона да потому что как еще помните может быть маяковский писал вот вы любите роза я на них поэтому надо роза поменять а вот если бы у вас было него вот чтобы вы себе подобрали а вы считаете что я эпатажная и знаете я еще не наряжалась это я просто так каждый день ой а я вижу вас какие-то голубые розы есть но голубая вроде даже и не завятшая такая хорошая роза ну ничего себе у меня карбюратор 4000 стоит хотя у меня инжектор ну ладно хорошо сейчас я своей машине чуть-чуть посижу подумаю там да спасибо вам большое до свидания как вы думаете куда мы сейчас едем мы сейчас едем в другую мекку таксистом я сейчас буду делать кое-что очень горячее и похоже мне даже придется снять шут а вы можете тоже помочь мне спасибо большое просто я как понимаю здесь нужно пополнить баланс но обычно это мне мой муж помогает сделать на экране отображается сумма которую вы положили ну сотка там 150-250 а вот это что такое вы выбираете ту путью которая вам нужна сначала прицеливаете берете либо воду либо пену берете пистолет нажимаете то что вам нужно а вы можете научить меня пользоваться шлангом до 100 рублей до воды необычный ты хочу поддаю делай я думаю просто я на навигаторе она как бы выбрала мой помогу вам помочь лаве Ну давайте, раз я приехала, может я вам заплачу, вы помоете? У меня есть администратор здесь, давайте я к нему помою в страну, договоритесь, он помоет. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Илья. А может вы мне покажете, как шлангом надо управлять? Такой большой, сильный напор, а вы думаете меня не унесет? Думаю рукой, может попробовать? Вот так, да? Да. Но я вижу, вы это часто делаете, поэтому вам уже легко. Ну потому что я боксу мою здесь, не выбираю. Может быть я вам заплачу, вы мне сможете помыть машину? Теории можно. Помочь мне. Я могу пену нести, это прикольно, Микаре. Какие разные шланги тут. А ничего, что сюда попадает, она не захлебнется? Нет, нет, нет. Попомни. А, закончилось что ли? А вы сможете мне дверьку открыть, потому что она грязная, и я бы сумочку достала. Вот такой джентльмен. Сколько нам еще нужно денежек? Я думаю, что мне все. Пополняем баланс, как поет он сам. А можно я с вами попробую? Пожалуйста. Давайте. Вот, вы будете вот так держать, а я буду водить, хорошо? Милый, у вас прям такая железная хватка, это прям очень хорошо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. И что, мамочка, выезжай в следующее место. Господи, какой ужас. Что же мне делать? Здравствуйте. А может, вы мне случайно не поможете? Что, что? Я еду на высокой вот этой вот, как это все называется. Она быстро едет, и шума столько, как будто я еду на гелике. Но я, как понимаете, еду не на гелике. Это вот Нива Леген. И она просто взяла в моменте, стала колом. Просто вот не заводится, понимаете? Просто не заводится, да? И знаете, я еще, можно покажу вам? Да, да, конечно. Меня, кстати, Ангелина зовут. Миша. Очень приятно. Вот эту штучку, видите, да, посерединке? Вот это вот стеклянное. Вот эту вот пимпочку, я ее теребоню, и она, ну, не встает, как будто, в нужную позицию. Сейчас не заводится, да? Не заводится, да. Тогда мне мой муж говорил, нужно что-то опускать перед тем, как начинать, ну, как трогаться, знаете? Но я, видимо, не опустила, что нужно, и все, и машина сразу расстроилась. Я вот такую машину не понимаю, честно говоря. Я могу помочь, что-то, куда-то отвезти. Но за это же нужно денежку будет отдавать. Ну, да. А я сейчас коплю на новую сумку, я не могу себе позволить эвакуатор. Вот коплю, поэтому... А может, вы постараетесь что-нибудь там, позавести ее там? Старт-стоп есть? Что такое старт-стоп? Что вообще не главное. Ну, я просто вот эту штуку, как дверной замок вставляю, поворачиваю, и она у меня едет. Вы не знаете, как заводится эта машина? Нет, заводится. Я знаю, просто вот смотрите. Салон вот, вот, табло горит, да? Вот, и почему не выключается? Я не знаю. Должен быть, лапу... Вот я говорила своему мужу, чтобы он мне купил гелик, что с ним будет меньше мороки. И он меня не послушал. А теперь, вот, знаете, теперь мы с вами разбираемся с этим. А я правильно сделала, что сразу капот открыла? Просто я видела, что так все делают. Ну, то есть, смотрите, у вас вообще старт не дает. Вообще не крутится. Не крутится? Я думала, что в ней не должно ничего крутиться, а только ехать должно. Но я ее еще однажды с проводов заводила. Может, попробую с проводов завести? Это у вас есть проводы? Да, вот. Господи, что случилось? Ну, они видео снимают. Да это какие-то пранкеры, видимо, не знаю. Видели, что вы мне помогаете и решили уличные фотографы. Не знаю. Давайте я сейчас попробую, вот, как меня учил муж сейчас. Во-первых, опускаем. Девушка, смотрите. Да. Смотрите. Она сейчас на это время, вот здесь ничего не должен гореть. Разве? Вот так сделайте, вот, один раз поворачиваю, она горит. И второй раз уже можно статор не доботься, вот, видите? То есть, она у меня сломалась. Ну, машина сломалась, да. И она не поедет сейчас. Не заводь все. Ее нужно, и только единственный, как бы, единственный вариант, это поставить ее на эвакуатор. Ну, если хотите, вы называете... Сейчас, давайте я попробую по той инструкции, которую он мне объяснял. Он сказал мне, опустите рычажок вниз. Во-первых, нажать, да, нужно нажать. Ну. Опускаю вниз. Стоит она. Так. Газ нажать. Газ нажать? Есть газ, газ нажать. Да, 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 есть. Она едет. Михаил, мы с вами справились. Я думаю, что тут здесь. Спасибо вам большое. А вы можете капот мне закрыть, пожалуйста? Да, спасибо. Михаил подметил длинный объектив нашего оператора и пошел брать его на абордаж. Но оператор вовремя ориентировался от греха подачи. Вот так, дорогие друзья, снимаются пранки, все выходит из-под контроля, но мы энтузиазм не теряем. Мы же не из Рубкова десятка. ВК-клипы – это бесконечная лента видосов на любую тему. Хочешь, смотри хайлайты спортивных турниров, мотивируйся встать с дивана и отправляй топовые клипы друзьям и подругам. ВК-клипы. Место встречи впечатлений. Здравствуйте. А с кем можно проконсультироваться? Мне нужен выхлоп, какой-нибудь громкий выхлоп. Вот знаете, как говорят, пробитый глушак. Чтобы громкий прям был. Машинка какого? Вон. Как говорит мой муж, гелик один на один. Цвет барокко у нее. Мимо? Да, она самая. Там у вас глушитель, он идет, надо помогать попереду. И что, это какая-то проблема? Ну все, как раз над этим думаем. Ну, чтобы появился звук. То есть это переваривать надо все. Я готова. Я хочу, чтобы у меня была такая тенячная машина. Кто куда, а я пас. Вот такой же выхлоп хочу. Вот примерно. А вы хотели, чтобы на одну сторону выходил или на две стороны? Как у гелика. У гелика, получается, вообще под порожек выходит. Ну вот так хочу, да. Потому что если что-то и изменять, только в самую лучшую сторону. Я ношу только самое лучшее. На гелике это надо объем соответствующий иметь под капотом. То есть если я хочу громкий звук, то мне нужно мотор менять. Нет, машину менять. Это надо будет менять машину. Ну пока я еще, как мне мой муж говорит, не доросла. Но самое главное, чтобы был звук такой, секс брутал. Чтобы все ехали и рядом со мной слышали, что едет прям. Вот у вас здесь написано было. Ну вот такой, да, примерно. Ну это тоже простой звук. Это простой звук? Да, конечно. Ну ладно. Ладно, мужчина, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Здравствуйте, молодой человек. А знаете... Ну да, да, полный мне баг. И у вас какие сорта есть бензина? Второй, пятый, пятый, обычный. Я просто не знаю, мне вот только-только я выехала из салона, и мне даже не сказали, какой бензин нужен, какой сорт бензина нужен. Вот эти вот с присадками, это когда-то обычно вообще не начали. А полусладкий есть вот как-то? Сухой, да, сухой, полусладкий. Я просто сухой предпочитаю. Ладно, я думаю, что... А он самый лучший по градации, или он... Давайте, да, 92-й, да. Полный бак, она у меня заслуживает полного бака, да. Мне также нужен... Как он называется? Вот то, что остужает двигатель, по-моему. Амывайка? Амывайка? Остужает двигатель? Наверное, это не здесь, в общем. Ну как же, жидкость это называется. Как-то... У меня прям на языке крутится антифриз. Вот. Вот, остужайка для двигателя. Как мне объяснял тоже мой муж, он мне говорил, что... Вот когда я захожу, да, вода холодная, а я очень горячая и распаренная, вот так же остужает он, получается, двигатель. Роман, очень красивое имя у вас, Роман. Какое можете посоветовать, или вы не знаете? Я не раз в машину не вожу, поэтому ничего не могу оборудить. А какую бы вы хотели машину водить? Ниву. Хорошая машина? Да. Она, говорят, легенд. Поэтому легендарная, да? Хорошо, так, у меня какая колоночка? Третья. Все, замечательно. Я скоро вернусь, не скучайте. Спасибо. Роман, хотела бы сделать инвестицию в вашу будущую машину. Это вам. Повезло, повезло. Чтобы ваша Нивка побыстрее оказалась в вашем гараже. Спасибо. До свидания. Перекус неволода, чек. Повезло. Професс. Повезло, поеду. Повезло. 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 развал сделать, пожалуйста, на машинку мою. Мой муж говорит, что это гелик один на один. Да, мне мой муж так же говорит. Нитралочка. А заведен ее? А зачем вы ручник поставили? Я вам что-нибудь говорила про него. Нет, ну я уже на автомате. Не надо его на автомате ставить. Выключайте. Ну хорошо, я его опускаю тогда. Да. Мне ее подарили, когда осень была на дворе. Значит, осенью я ездила, мне все нравилось, потом я выехала на ней вот сегодня первый раз зимой. И мне прям не понравилось, как она едет, как будто ее вот несешь. А мне ее вот только подарили осенью. Просто я разговаривала с твоей подругой, я не сразу стала как бы звонить мужу, чтобы он не думал, что ты совсем тупая. И я спросила у меня, слушай, Лен, у тебя что, нормально? У тебя какой сход-развал? Она говорит, у меня... У нее... Нет, у нее другая машина, она похожа по такой, по антуражности. Похожа на... Она сказала, что у нее зимний сход-развал. Я не знаю, что это значит, но... Зимний сход-развал. Хорошо. У меня получается летний. Нужно поменять. В следующий раз, вы уже звоните, а не подруги. Ну, а вдруг он подумает, что вот он мне подарил машину, а я не разбираюсь. Ну, она подруга сказала, что вам нужно сделать зимний из-под-развал. Ну да, а что? А есть летний из-под-развала? Ну, видимо, если есть зимний, значит, есть летний. Нету. Нету, правда? По лету? Не знаю. По разуму, да. Ну, когда я ему однажды так позвонила, он сказал поменять прокладку между рулем и сиденьем, а я не поняла, что это он имел в виду. Почему вы все улыбаетесь? Ваш коллега так посмотрел на меня, когда я заехал, как будто это, я не знаю, я на танкере приехала сюда. Первый раз девушка на Ниве вообще видела. Правда? Да. А мне кажется, это секси так на Ниве ездить. Там места мало, да, так. Секси, а не для секса. Садитесь, да. Что, так быстро уже все? Что, вы хотите меня в космос отправить на Ниве? Да, чуть-чуть. Вот это, кстати, как в Бенке, мне говорили, с левой стороны. Вот, смотрите, рулем вот так покачайте право-лево и поставьте его ровно. Все, ставьте ровно. Я высоты боюсь. Я сейчас сделаю фотку мужа, что я делаю сход-развал. Но мне мой муж только машина салона покупает, поэтому она новая. Он мне говорил, что она 4 стоит. Ну, а колеса вот так стоят. Скорее всего, из-за этого у вас машина не плавает. Ну, вы меня спасли прям. Как я могу вас отблагодарить? Делаешь ты? Окей, ну... Да? Да? Ой, спасибо большое. Очень приятно. А я жене тоже жигулик. Правда? У меня макро и сиденье есть. Правильно, чтобы женщина радовалась, а через радость женщины приходит денежная энергия. Да что ты, черт побери, такое несешь? А можете, пожалуйста, мне вот... Вы посмеялись, но я, правда, искренне не понимаю, почему поменять прокладку между рулем и сиденьем, это значит что-то смешное. Ну, полноценно за руки посаживайся. Что, опять дергать руль сейчас будем? Ничего не надо дергать. Вот где руль находится? Вот. Сиденье где находится? Вот. Между ними что находится? Кто между ними находится? Так прокладка, это не кто, это что? Я сейчас спрашиваю не что, а кто. Ну, я сейчас сижу. Больше ничего нету между рулем и сиденьем. Вообще ничего. Кроме вас. Я ему таких люлей отвешу дома. После этого мне должен будет, я не знаю что. Руки... Да, точно. И новую машину сразу. Сто процентов. Мужу, скажите, давай маркетент нас сделал зимний ход развал. Ну, приезжайте, сделаем ему зимний ход. Хорошо, я вместе с ним приеду. Нива. 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 Мы приехали смотреть Rolls-Royce, которую обменяем на эту машину. У нас, конечно, заплата с его стороны. Алло. Да, здравствуйте. Мы приехали смотреть Rolls-Royce. Вы на машине? Да, я на машине. А что за марка? Это Нива. А где лучше заехать? Понятно. Так, вот этот, да, красавчик. Какой у него год? Я помню, 13-й, да, я смотрела. Мне ассистентка скинула. Я просто тоже коллекционирую автомобили. А когда я ездил мне водитель, ездил просто мужик, покупал для себя. А что из-за номеров? Если мы как-то номера не заберем. Я думала, конечно, за 14 миллионов можно с номерами. Состояние салона какое за 60 километриков? Впереди всегда была она в чехлах. Чехлы в багажнике. Мы просто такие учусь не делали, поэтому снимали. Чехлы? Массажные? Нет, обычные чехлы. У меня просто ассистентка искала машину с обменом. Ваш Rolls-Royce высветился вот в этой графе. Я подумала, будет так хорошо поменять эту Ниву на Rolls-Royce. В принципе, к нему в гараж будет просто идеально. А что это за такое послание какое-то? Это так, его, то, как-то будет сделано. Ну, видно, что хороший аппарат. Я, в принципе, могу еще и отдать летней резиной свою. Да? Да. Тогда примерно сочтемся в цене, в принципе. Вот номера тоже у меня, видите, какие лихие. Без торга? Как-то не вообще без торга. Знаете, у меня 21-й год, я понимаю, что 13-й это все-таки доисторически. Вот 21-й год, у меня Нива вообще. Ну, чувствуется, ладно, свежий салон. Есть ли тут за такие деньги доводчики у нас? Что-то он как-то не присасывает. А, сзади стоящего. Как так? За 13 минусы доводчики. Ну, давайте сторгуемся еще чуть-чуть. Давайте я вам покажу, как у меня. Гелик, да? Звук сразу какой. Породистый. Вы, возможно, будете смеяться, но после всех автомобилей, которые у меня были, это самый лучший. Так я еще больше скажу. Правая рука у меня всегда вот, я знаете, феном волосы сушу правой рукой. И до Нивы у меня, ну, правая рука не была настолько накачана, чтобы постоянно самой сушить. А вот теперь, благодаря вот этой вот штучке посередине, да, я просто ее постоянно теребоню туда-сюда, и она накачала руку мою, прикиньте. Хороший автомобиль, но без обмена, я думаю, мне неинтересен. У меня с вашей доплатой, я думаю, будет вот она стоит. Новая, такая стоит, ну, миллиона полтора. Миллиона полтора, она новая стоит. Да, а вы думали, что я отдала, видите, человека, который отдал полтора миллиона за нее. Я бы лучше вот такую девушку поставил. Спасибо, что показали машинку. Давайте я вас хоть подвезу, чтобы вам не идти пешком. За такую экскурсию-то, давайте. Так, все, мы будем в Ниве показать. Что, у вас диссонанс сложился, что девушка-блондинка приехала на такой машине? Да, да, я очень сильно удивлен. Я думал, вы не одна будете, поэтому вам хорошего вечера. Спасибо, вам тоже. До свидания, Арсений. Я чувствую, что мы делаем преступление, которое в законе. Мы только что сконструировали такую систему из проводов. Якобы я тачку завела не с ключа, а с проводов. Я могу сейчас просто выехать-поехать без ключа. Якобы мой муж приверновал меня к моим подругам и не пустил меня на мой девичник. Забрал у меня ключи, но я-то баба не из робкого десятка, я из Сибири. Я завела машину вот таким способом. И сейчас мы ее довезем до валет-паркинга. Этот бедный парниша должен будет прикурить якобы провода. Это провода просто липовые, они просто висят. Это муляж полный. Он должен будет прикурить тачку от этих проводов, помучиться, но в какой-то момент. А вы увидите, что произойдет в какой-то момент. Все, не нужны мне никакие ключи, все, все, не нужны ключи мне, все, я сама, хорошо? Добрый вечер, да. А вы можете припарковать машину, пожалуйста? Это Турандоджи, да? Ну, припаркуйте, пожалуйста. А ключей у меня нет. Ну как без ключей? Ну вот, провода? Нет, я ничего с проводами никак не касался. Да, это нормально. Просто я поссорился со своим мужем, и он сказал, что ключи заберет. Он привернул меня к моим подругам, которые здесь сидят. И поэтому я прив... Правильно. Ну, сейчас сюда вот за эту машину коррестовать, и я за вашей машиной присмотрю. Нет, давайте вы не прикурите ее, а провода. Я думаю, что вы умеете, я же это смогла. Нет, я никакими проводами ничего делать не буду. Да почему? Сейчас ключи привезут, просто чуть попозже. Ну вот, когда привезут ключи. Там все нормально, не переживайте. Я не переживаю. Я вам говорю, либо ключами, либо как. Вот так вот с проводами вообще. Сейчас, секундочку, подождите. Вставайте. Алло, ты принесешь ключи мне? Да, три минуты раз, дай. Все, давайте. Сейчас он принесет, можно? Я просто не могу сейчас второй раз сама, но я уже маникюр сделала. Давайте, у меня жетончик, когда у вас супруг придет, не супруг, это мой менеджер, который нас примирил с моим супругом. Вот он придет, скажет, он же знает вашу машину, правильно? Да, он знает. Что, прикалываешься, что ли, подруга? Я все понимаю, но... Так, а что такое? Вы Нивку не водили, разве? Нивку я водил. Так. На машину с проводами я никогда не водил. На машину с ручья не заложил. А вы опускали ручник? Конечно. Сейчас будет магия. Раз. Выжимаем сцепление. Вот так, вот так. Оп, раз, два, три. Елочка, гори. Послушала. Вы, наверное, так перепугались чуть-чуть, да? Я не перепугался. Мне просто такое ни разу не случалось. Я, во-первых, здесь работаю, да? У меня есть правила. Я вам жетончик, вы мне ключи. Какие-то проводки, ну... Это что-то уже за рамки выходящие. Поэтому это вас смутило. Поэтому смутило, конечно, но... Ну, вы простите меня. Я так на таком ажиотаже сюда приехала, и вы тоже так заразились. Заразились. Все, спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. Ну что, малыши-крутыши, спасибо, что смотрели это видео. Ваша мама Ангелина была сегодня в шикарнейшем образе и настроении. И надеюсь, что вам это видео так же не понравилось, как мне понравилось все, что происходило у него. Короче, мне эту тачку дал мой хороший друг Давид. Что по тачку? Ну, знаете. Я хочу упринкануть, как это было с Валют Паркенман. Я потеряла ключи, так и так. Я теперь их потом как бы сделаю. Копию этих ключей, все дела. Но сейчас я завела тачку и складу. Показать ему вот то, что у нас скрывается под этим. Давид. Ты сильно будешь на меня обижаться? Что случилось? Короче, я ключи потеряла. Какие? Ну, от машины. А как ты доехала? Так она заведенная. Если ты можешь высунуть ключ, вот видишь, ну, нет. И доехали. Она у тебя была заведенная. Серьезно? Ты что, не знала фокуса твоей машины? Нет. Короче, я тебе потом сделаю, но сейчас я ее заводила вот так. Вот, сейчас я тебе покажу. Вот. Это провода. Видишь? Бля, ты прикалываешь? Серьезно. Серьезно? Ну, что, мне еще один есть. Это шутка. Я не знаю, это шутка.